все ребят топ старт запилен у вас чуточку позже появлюсь сейчас сетку скоро подкатят как бы начнется заруба первые два тура соответственно будет у нас получается по 1 потом внутри все начнется матч за третье место присутствует на не знаю как там сегодня хотят они сделать я думаю что надо делать полуфиналу тогда одновременно или матч за третье хотя бы к потому что долго иначе очень будет все идти как мне кажется ну пока сетки не наблюдаю так а и и и и и и и Так, всё, да, пошёл стрим. Пошёл стрим, я вернулся. Субтитры сделал DimaTorzok Так, смужду сеточку. Так, сетку подвезли, я смотрю. Ну что же, давайте смотреть. Бля, из-за одного игрока, короче, просто натур больше. Ему, вот чё ждали, хер знает, короче. Была бы идеальная сетка, но если люди тупят и не успевают прийти, как бы. Чё ждать-то лишний раз. Всем, кому надо точно прорегиться здесь, это факт. В общем, так. Блайс сверху, Ка, снизу. Так, во, во, вот, мальчик, это мочек, тут дальше с Блайем. Так, 3дб, 3дб. Так, с Холлинджер. Соул, поляк, вот этот, вот, тиран хороший. Но у него, кстати, и оппонентов-то особо нет дальше. Вот до такой стадии серьёзной. Кулу-Си тут внизу. Ниспшел не разим. То есть, так, Лайтвейд, Хулиган. Рейнар есть в этих, кстати, Рейнар. Рева здесь бьётся, я смотрю. Ничего себе. Браток. С упаковкой, упакошкой. Димага в сетке какой нет, не братка. Столько братков к сетке, но дальше. Гуруф ещё один. Европейский игрок. Вот это, кстати, кто такой? Яхазе даже. Нет, российский флаг вроде. Вердос тут, кстати, рядом в сетке Гуру будет. Вердос биться. Вот, интересно. Надо за Вердос, мне кажется, идти сейчас. Мастер Лайс, и с Ваней, возможно, будет биться. И Каасом тут. Ну, в общем, сетка есть, ребят, сами. Смотрите, теперь её. Надо начинать уже, как бы, куда-то врываться. Пытаться. Где Вердос? Давайте найдём его. У него интересная сетка. Он может с поляком там попасться в ближайшее самое время. Поэтому я к нему иду. Так, а Харрорей за здорово? Опа, Ардокс ещё на 50 пополнил. Так, корейская Старкраш. Что ещё за корейская Старкрафтерша? Так, Вердос, он хватит. Я уже проморгал даже. Где там и что? Продолжение следует... Продолжение следует... Так. Косяк в сетке, ребят. Так, а я и не заметил. Сетка, ребят, кто-то из игроков здесь. До одной восьмой только Бу-1. Одна восьмая Бу-3 уже начинается, как бы. Вот. Ага, Харакенера, спасибо тебе. О. Так, это девчонка, да. Кореянка из Омска. Так, нет, никаких игр зрителей тут нету, ребятки. Вот. Кому сетка нужна на Твиче и Ютубе? Так, нет, ГГ не лагает на мобильном. Надо через ВПН смотреть. Короче, есть там темка, как бы, что ВПН может помочь. Ребятки, вердос. Синий оппонент, его жёлтый. Экзо-страйкер, его никнейм. Это Бу-1, естественно, тур ещё. Пока что здесь идёт. Ну и у вердоса 4 сталкеров. Блинк, в общем-то, он играет. А здесь у нас что? Здесь у нас 3 гейт-пуш. Да, 3 гейт-пуш получается. Вирдос делает блинк. Есть 4 сталкера у него. Он их пока что держит на мейне. А, вот он нашёл, кстати, прокси сейчас. Так. Я здесь. Среди. Работка. Я здесь. Я здесь, среди теней. Так, ребят, да, приходит пуш у Вирдоса Блинчика, еще пока нет. Заходит на хг, его опанес, и Вирдоса опасные вещи делает. Вот сейчас давайте еще без блинка отдадимся. Вот, ребят, сетка будет... Так, а что Вирдос Нексус решил отдать? Что за бред-то? Можно спуститься на блинке, подраться спокойно. Вирдос решил... Вирдос решил почему-то отдать Нексус. Не знаю, почему. А, вон Вирдос пошел в атаку сейчас, смотрите. Пять сталкеров у него погнало. Здесь батарейку дома ставит. Ну, прикольно Вирдос делает, да, но надо быстрее блинкаться. Чего он так медленно идет-то сюда? Здесь оппонент его тупит, ходит вперед. Здесь с имморталом Вирдос изи что-то обьется. Ну, тут ТП назад будет, скорее всего. Здорово всем на СК-2, ТВ, кстати, не знаю, везде. Всем здорово, ребят. Пришел Вирдос, хараснул тут немножечко, пять пробочек забрал. Ну, это хорошее понимание игры, хорошее... Хорошо, Вирдос все делает. Так, Реалпок, здорово. Еще раз, это что там в итоге-то с полуфиналами и третьим местом? Полуфиналы по очереди, все по очереди. Или финал с третьим местом одновременно сделаем. Мне кажется, там завтра будет игра, тогда иначе... Там все-таки бужуи есть у них на два часа время меньше. Особенно, если сюда пройдут они. Так, еще одного... В смысле, да, лелкие стадии. Еще одного сталкера Вирдос подрезал и уходит отсюда. Тут опасно с этой позиции. Если сталкеров много, то части она не может достать. Блин, мне столько они идеально так в линии стоят. По краешку, получается. Слушайте, ну из-за страйкера есть Нексус, но у него нет технологий никаких, и экономику он обогнать не смогу из-за вердосовских действий и грамотных. Минус пилоны уходит, вердосончик отсюда. Тавейк там, так сказать, добавляет. Тут иллюзия, кстати, летает. Тут у нас, смотри, отлетала своя иллюзия. И стабилизатор уже номер один сейчас будет. Ну, на самом деле, экзо-страйкер даже осмотрю. То есть он что-то может продемонстрировать. Не такой уж прямо и мальчик для битья он в этой игре. Как бы и нету с Вирдосу вынес. Там он дерется вроде как. Неплохо, но, очевидно, кто здесь хворит-то понятно. Мердос в последнее время в форме, в хорошей пребывает. Вот так вот. Продолжение следует... 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 тур, и, в общем, до 1-8 там всего ничего остается, как бы. Ждем какую-нибудь матч, и можно будет прыгнуть, в общем. А куда можно прыгнуть, я даже хз. Пока нифига непонятно, абсолютно. Всем здорово еще раз, ребята, и помните про отблоки. Подписывайтесь на премию, поддерживайте меня, мой канал. Всем громадное спасибо, кто так делает. Сегодня этот турик... А, сетки кривые. Ну, сейчас делаю я нормальные сетки, я же вроде добавлял. Под плеером точно нормальная ссылка. А вот в чате, да, я там просто ничего не менял еще пока, вот в чем прикол. А теперь все поменял. А, сетки кривой. А, сетки кривой. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, браток Рева... Опа! А кто-то у братка, тут браток БСК, да, я смотрю? Так, давайте-ка Паша отхожу, чтобы заинватил. Ну, БСК-то, кстати, это, по-моему, испанский игрок. То есть тоже такой, как бы, опасный оппонент достаточно для Паштета, для Пашки, браточка. Вот. Короче, сетка Павлов здесь, да. Павел Ревчик, Павел браток. Продолжение следует... Так, что-то ничего пока не происходит. Все. Че, Култиф проиграл Култиф? Что-ли, что ли, еще не было? А где он был-то? У него вроде никого и сильного там не было особо. Димага, браток, все тут есть, ребят. Так ж, не волнуйтесь. Дарк Ульфа добавляю. Это с турнира Чел, по-моему. Странно, что Стрэндж, как бы, играет Ладар, как бы, но почему-то, как бы, не играют турниры. Тур, странно, смысл вообще, как этим заниматься. Турнира. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 И крякает какая-то хрень там еще на карте. Так, Блайз мотиком сверху. Кстати говоря. Так, левого оппонента ждет еще. Все, может висеть к нему даже успею, если там долго будет. Если здесь будет быстро, а там долго. Может к нему успею заскочить. Вирдос Кос Хэлла мне спобедить. Там Гуру по его части сетки идет к нему. Также Каз здесь находится. В общем, будет весь топ СНГ здесь участвует, наверное, кроме Стрэнджа. Арктура, может, еще нет, тиран, не знаю, нашего. Вот, а так и Блай, и Каз, и Димага, и Вирдос, и браток. И молодых много. Ваня там игроков. Култи играл. Так, Стрэндж что-то там не понимает. Я не люблю такой аутизм. Почему? Потому что, ну, тренься, поймешь, что как бы. Фан, не фан. Не, ну, как бы, если не хочешь напрягаться, играй как хочешь. Мне все равно то, как играет. Просто я, ну, не знаю, как бы, в чем там прикол. Чтобы что-то понять, надо не по фану делать, а напрягаться, как бы нормально сидеть. Опа, рипер на Мэйне Паше. Находится. БСК его, типа, проверяет. Он рядом стоял. По-моему, он был в Вижене и Собак, но я уже теперь не смогу пройти, потому что они сместились. Вот, а если он был в Вижене и Лингов, то что-то они убежали. Сейчас я даже хз. Так, здесь ЦЦ у братюни начинают добываться. Рипер на Мэйне пролетает. Видит, что браток нету, например, здесь крипа никакого вообще. Ну, рипер сейчас сам на королеве Паша отдал и сплетел спокойно. Не кидал гранат никаких, мне кажется, мук улететь вообще. Так, страничный на стрим буквально говорю, что не собирается возвращать себе уровень. Играть турнирик, его не устраивает лодку, потому что Blizzard по полку Койна выпиливает MotherCore. Ой, черт, страшно, как Blizzard стало. Прям вообще жесть какая-то. Я, конечно, не сторонник, потому что StarCraft постоянно менялся, как та же Дота бы. Ну, все-таки StarCraft, ему нужно отрениться. Но, по-моему, последние вот эти все изменения и батарейки там и т.д. Это просто грамотные очень изменения. Игра реально, вот мне самому, я даже играю в П, мне прикольно. Как бы я не успеваю, многие моменты нет, как входит с вот этого трехбазового сидения. То есть чем-то больше первый StarCraft напоминает. Короче, не суть вопроса, в общем-то. Мне просто жаль, что Strange, ну, как бы хороший игрок и фигней там занимается. Может, у него просто нет времени, как бы. Я думаю, что банально, как бы, у него нет, может, времени там трениться на максимум. Там, я не знаю вообще. И в этом прикол. Так, ну что же, у братюни тут в ренче Либераторов интересный билд. БСК замасил три базы, все как бы рабочими. То есть у него уже более 60, а Паша в мех вообще играет. ЦЦ, ЦЦ я вижу, пошла в кармахе. Две армори делаются. Ну, пока выходов каких-то тоже не планируется. А, Паша, не обеспокоится, ведь у него просто одна факта работает, и все, и Либераторы. То есть, а как он собирается тех же ровучий дефис? Если какой-нибудь пуш вышел на братка, он бы здесь с Либератором бы не отбился, броучий реводжеров. Три фаербола Либераторами, ну, даже если их два, емано. Можно их реводжерами в конце концов сбрить. Ну, здесь зато, смотрите, прилетает рейнджовый Либератор, спорка не достает до него, я уверен в этом абсолютно. Да, и все, заблочена база. Сиди, печалься здесь, как бы, но от того же печалиться, будешь ничего не изменится здесь. Так, Лаба под факторки готова. Еще одна факторка делается. Что? Реактор. Два Лаба, два Реактора. А, три Лаба, два Реактора, по-моему, делать. Так, Банша минусует вот этих рачей. Реводжеры пилятся. Ну, тут нет смысла по пяти броневые-то. Что, Паша, делает? Пять броневые-то херни. Вот, пожалуйста, просрал столько выстрелов и доморфился с полным ХП. Вышел реводжеров хороший, новенький. Так, Армари есть, затрансформят и, братюнь, его сейчас, Кулбатов, затрансформят. Либераторами надо фокусить вот этих пацанов. Это единственная угроза Либератору, ребята. Так, Либератор чудом живет. Да, поха, зато проломана. Что-то у братка здесь гигантские проблемы начались. Поломали все рачи. Походу, это 1-0 БСК. А это значит, что? Что Паша выбывает из турнира? Не буду вперед забегать еще. Но что-то все очень плохо вообще. Здесь рабочие все слились нафиг. Короче, здесь не закамбэчить, походу, уже. Хотя, смотрите, два танчика появляются у братюни. Ох, как они напалевывают танки эти. Еще один Либератор вышел. 33 рабочих минуса. Не знаю, если Паша отобьется, может, какой-то есть шанс. Хотя здесь 4 хата уже. Даже если Паша отобьется, я вообще не понимаю, как здесь выигрывать ему, если честно. Так, рачи все слились. Здесь надо поднять бы все. Жесть, Либератор. Вот это тут уже столько, блин. Это, знаете, он 15 юнитов убил. Вы не видите этого. Я-то вижу, но, прикиньте, 15 это много. Много, очень много. Так, браток чудом просто каким-то пытается выдержать здесь. И даже выдержит. Это становится очевидно уже сейчас с этого момента. Раучи идут вообще в мясо все сливаются. Еще один танчик вышел. ВСК что-то сюда. Все, все, все. Ведет что только может. Зачем он так лезет? Зачем он просто юнитов столько заносит? Я даже не знаю. Потери у него вышли. Ну, катастрофическая экономическая ситуация у братка. То есть он ни грейды не может показывать, ни хера не может делать. Нафига Паша выкидывает мувов на базу, которая высосана вся? Вот просто сейчас эту высосет, но, видимо, у него просто, ну, он контролит здесь, как бы. Поэтому проще сюда кидать. Вот куда мувов надо кидать. Да он все лезет в БСК, я не понимаю. И лезет, и лезет. Это шанс для братка, такие наломы ужасные со стороны, со стороны зерга. Но сиропа лимита вы видите, катастрофа абсолютная здесь для братка. Еще он сейчас высосит эти минералы рабочие. Хотя его мало рабочих, он переведет сюда, эффективность повысит, добыча, как бы. Но не надо так делать, короче. В плане мулы выкидывать, ребята, так вот видите. Не делайте тирана так, кидайте. Вот здесь новые. Кидайте всегда на минералы, где не 900 в начале, а где 1800 в начале. При этом все. То есть вы-то асинхронизируете мулами добычу с обычными КСМ-ками. И это чем важно? Тем, что чем больше минералных кучек, тем больше идеально необходимое количество рабочих. То есть на 8 кучек это 16. Если кучку одну высосал, это уже 14 только рабочих в два раза увеличивают МКМ, получается. Вот. Так, раучер. На тут раучер, реводжеров, пачка еще. Братка туреток нет, нифига нет. Торов нет. Четвертая цехка же заказана. Но по лимиту просто катастрофен полный. Если бы БСК просто делал бы дропы сейчас, он бы выиграл бы, наверное, уже дропами, блин. Но он решил там какие-то хайва брудов играть. Но это шанс для паштета, конечно. Если БСК вот сейчас полетит, вот что вообще за... Как у компа, ё-моё, все стоит, танки не рассижены. Зерк ведь может больно сделать даже вот этим миксом нелепым. Потому что сюда караптеры летят сейчас, смотрите. А караптеров-то нечем отогнать. Вот сейчас караптеры уже подлетели. Равагеров все больше и больше. Вот они прилетают, смотрите. Минус Либератор. Раз. Ну, больше они, правда, ничего не сделают. Вот как у кучи БСК идет гигий брос. Сейчас это жесть какая-то. Ну, вот браток два танка в кучи ставит. Так что фаербулы достают аж два-двух танка. Да похуй, БСК выбивает. Какой парш, его реведжеры роучи превращаются. Что-то с чем-то. Сейчас братюня еще вытащит игру эту. Смотрите, как он прет. Куда ты прешь-то, ема? Куда он прет-то вообще дичь? Вы видите, фарш его сливает. Паша потери чуть ли не двухкратным. Плюсе для братка. Но экономика все еще печальна. Сейчас 2-1 грейдики будет. И Паша можно резко четвертую цеху выйти, пассивно занять ее. И у него просто тогда останется делать грейды дальше. И грудов законтрить. И все норм будет тогда. Вот он что-то сейчас сложился. Неужели выход какой-то планирует? Бля, выход не надо делать. Не надо выход только делать. В никаком случае, как мне кажется. Синего пламени нет. Катастрофа, ребята. Вот браток заказывает. Синяя сейчас пламя. Здорово, Олюхачка. Здорово всем, кто здесь. Лично со всеми здороваться тяжело. Людей уже много. Такие вот дела. Четвертая цеха занята. Где бруды-то? Прямо здесь? Да? Прямо здесь бруды у Паши. А где Старпорт, Паша? Почему викинг один строится? Реактор есть. Все есть. Все нормально вообще. Ох, полетела хорошая. Почуга, Мулов. Очень хорошая. Еще викинг один. Что-то заказывает. Почему один-то только? Я не понимаю. Три брудов. А что три брудов? А что так мало брудов? А что так медленно брудов свой сделает БСК? И как бы это шанс для братка. Но опять же 120 на 180. Короче, жесть какая-то вот, что творится. Где викинг-то? Единственный один и неповторимый. Браток уходит. Рано на четвертую вышел. Он понимает это. Надо сваливать нафиг. А здесь ведь и Караптора есть. Е-опросто. Не, ну зарешает все-таки походу своих роучей по Аэрболле. Там БСК. Зарешает походу это гигантское экономическое преимущество. Ребят, я не знаю просто как братью не здесь справиться. БСК идет вперед. По роучам именно надо покусить обязательно стараться. Здесь под туреткой. Викинги справляются с Караптерами. Туретчик очень сильно помогает. Тор сильно помогает. Все здесь еле живое у БСК. Так, сплэшом залетает по Торам сейчас. Вычиниваются викинги. Если Караптеров убьют, есть небольшой шанс, что отобьют с танками. Надо идеально покусить роучи сейчас, иначе беда. Короче, роучи проламываются благодаря брудлингам. Паша тащил как лев просто, как бог молодой, но не справился с задачей. Все-таки это ггнчик, ребят. Это БСК дальше идет. Это БУ-1. Вот в чем печаль там. Так, вердос в игре. Паша смотрит репку. Так, револьвер с Доктором Кэтом играет. Где там этот револьвер с Доктором Кэтом? Доктор Кэт, Доктор Кэт. Все, БСК вышел. Но рево БСК, там может быть матч получается. Вердос в Кост Хэллом, я так понимаю, бьется. Вердос в Гуру дальше будет. Туда надо врываться, как я понимаю. Так, 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 так. Это кто у нас? За кто? Распешить не луем. Распешить не лем. Продолжение следует... 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 Так, сегодня так, и людей-то на самом деле не слишком много на стриме, потому что, видимо, все после 20 3 числа отдыхают, расслабляются, точнее, не напрягаются и не знают, что стрим-то тут идет вовсе уже. Продолжение следует... Телеста переподписан 14 месяцев. Опа! Спасибо. А, это в 7 утра было, понял. Спасибо тебе, Телеста. Ну что, вердос тут. Ждем, ждем продолжения мы. Спасибо. 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 Так, не знаю, там что вердос черкает. Нет, должен. Гуру вообще на канале. Что-то не вижу я особо тут гуру, но я думаю, вердос должен был его уже найти. Вердос в своем стиле. Так, сейчас приду. Так, да, раз пошел гуру сделать такие дела. Так, до сих пор. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Плееры все работают, у кого с гудгеймом не очень... Также пробуйте браузер разный... В Опере есть VPN встроенный... У некоторых через VPN работает... Там есть другую страну ставить... Это все дело... Продолжение следует... Так, ну все, Гуру пришел... Все, погнали... Эдбо 3 уже напомню вам я... Все остальное пока застопается... А нет, вот Фоллинджер не каракт... Здесь будет битва... Была оппонента, нет... Шейм не разим будет... Будет рыбиться... Лайтвейд вышел тоже... Рейнор с Холлиниганом бьет... Там сейчас... Револьвер с Доктором Кэтом... Я не знаю, как там... И Милка с Демагой... А вот Милка с Демагой... Это интересно... Мне кажется, Гуру с Вирдосом... Поинтереснее, конечно... Ваня ждет пилиться... Каса Лулу... Возможно, Кас Лулу будет... Все, многие там уже доиграли... Так... Подбустил пробок Вирдос... И Гейт в стенке... Пилон Гейт... То есть... Ну не самый ранний Гейт... То есть... Вот смотрите... Пилон ставится здесь... То есть строится пробка... С четырнадцатой на пятнадцатую... Или с тринадцатой на четырнадцатую... Хоть четырнадцатая... Вот... Ставят пилон... Вот... И... Потом... Вот обычно... В ПВП... Там... В ПВТ... То есть... Как пилон достраивается... Здесь, например... Я как играю... Сразу Гейт до заказа пробки... Пробка Буст... А тут... Сначала пробка Буст... По-моему... Гейт... То есть... Тут несколько секунд... Гейта не решает... А экономика будет... Посильнее... Там... Пару секунд... Какой фейл... Был у воротка... Да у него... Какой фейл... Ну... Как-то криво сыграл... Он не убил... Странный какой-то был... Мне даже сложно сказать... Он без танков играл... Ну... Не мог отбить... Просто... Урыв этот... С роучами... И... Всё... Ну что там... Кто троллит его... Я хз... Ух... 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 Даже я думал... Что браток-то там... Сильно ошибок-то много... Не... То есть там в целом... Как-то он слабенько... Сыграл... Надо репку... Смотреть конкретно... Я расскажу... Какие там ошибки... Где были... Вот... Ну... Проломили... Роучил... Лоб... Это уже... Говорит о том... Что-то там не то он делал... Так... Сейчас... Ротянусь немножко... Её так... Это... Оп... 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 Ух... Ух... Ты прям весел... Непонятный какой-то... Ух... 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 Так... Ну... Стенку пока овердос не закрыл... Сюда гейт... И всё... Стенка будет закрыта... На мэйне Старгейт... Гуру, кстати, пока не видит... И овердос Феникса делает... Именно сейчас... Так... Сталкер вышел... Надо закрывать, да... Уже стеночку... Пора бы закрыть... Кстати, хорошая стенка овердоса... Вот... Смотрите... Так... Какой пилон-то ставить... Не понял... Блин... Ну тут надо прикинуть... Короче... Позицию для пилона запомнить... Вот... Именно вот... Грамот на пилон... Стежинные здания... Всё в рядочек... Всё круто стоит... Там и сзади место остаётся для... Батарейки... Там и для всей... Всего-всего, что необходимо... Так... Так... Вот... Феникс полетел... Он летит... Ничего... Вердос не нашёл... Короче... Не нашёл больше... Вердос ещё... Каракулы спалил... На собаках... Зачем... Не знаю... Сейчас спорку... Гуракс... Нет... Но второй спорку... Не на третий-то у него... Прям через Крып... Летит ЯХЗ... Здорово... Да хуже... Браток Бу-1 играл... Потому что Бу-31-8... Интересно... Как-то робу вернут спереди... Тоже... Как-то стрёмно... Так... Конечно... Здание ставится... Но с одной стороны... На лейте... Наоборот... Выгоднее будет... Ближе будут юниты... Выходить с робота... А юниты... Не варпаться... Вот... С другой... Стороны... А если сейчас... Какой-то налон будет... Опасно ведь будет... Так... Вот там... Вернулся... Вердос пошёл... Вон пошёл... Сильно боится ещё тут... Вердос... Чё он боится-то? 2 МА уже... Тут Роуд чё-то бегает... За вперёд... Фокус СН-30... Задём... Приходит Гуру... Вердос с Хирью... Какой-то занимается... Отпустит его... Пустил... Застрелит в залп... Да... Взял СН-30... Просрал... Так... Призма добавляется... Есть Робо Бэй... Нафига он нужен... А вот... Пошёл... Рейндж пошёл... Там... Колосса дальше будет... Как понимаю... Гейтов сколько? Гейтов 6... Третьего Никса... Чё-то Вердоса до сих пор нет... Так... Ну... Гуру... Всё больше и больше... Роучей... Так... Колоссик до сих пор... Здесь... Третий Никсус... Так... Еще один колосс... Что-то не хватает... На больше колоссов газа... Просрана... То есть... Часть буста... Просрана... Блин... В никуда... В итоге... Плюс 2... Вроде как... Вердосик заказал... Здесь... Хороший выход... Так... Гуру идет... Какой-то Вердос убежал... Куда он убежал... Фиг знает... Сейчас я его просто... Роучей разберу... Если так Вердос будет делать... Ну а не дать... Отменить... Нексус просто... И всё... Так... Пробежался Гуру... Особо ничего не наубивал... На самом деле... Всё нормально... В принципе Вердоса... Нексус третий... Сейчас будет... Добываться уже... Блинг делается... Плюс 2 делается... Колосс второй уже сейчас будет... Надо какой-нибудь тайминг Вердосу... У выхода славитесь... Грамотный... Было бы хорошо вообще... Ну чё... Бустить надо... На самом деле... Вердос бустит... Блинг... Не... Блинг важен... Блинг важнее... Плюс 2... Тоже важная очень дрейс... Так... Прибегают... Собаки... Убегают... Собаки... Часть из них... Сливается... Здесь уже... Люркерден... Практически готов... Угуру... Люра... Это крайне опасно... Но от Вердоса... Сейчас пойдёт... Выход... Кстати говоря... Колодств... У него два... В итоге только... Но... Ему этого достаточно... Насколько я понимаю... Чтобы... Наказывать... Гуру... Вот он сейчас идёт... Думал... Что Гуру сейчас назад пойдёт... Зачем ему назад идти Гуру... Вот в данном случае... Ну... Кстати... Гуру подходит... И... Здесь Вердос в рампе... Как бы... Блочит... Я бы на его месте... Часть юнитов... Вообще... Телепортнул бы сюда... Сейчас он слишком много времени... Ой... Фаерболы заход... Сейчас слишком много... Верди... Просирает время... На то... Чтобы просто... Отбиться... От элементарного выхода... Какого... Колосса своего убил... Ё-моё... Какое днище гейминг... Началось какое-то... Хочется узнать... 400 пм... Своего колосса взял... На клик и убил Вердос... Зачем? Ошибка... Конечно... Мисклик... Бред... Полный... Сталклик... Ту-5... Ну... Убил он всё здесь Гуру... И лимита больше боевого... Как бы... Всё норм вроде... Но... Нужно выход делать... Нам так с точку поставить... Здесь три люркера всего пока... Мало этого... Маловато... И опять сюда... Вот... Увидел Роучи... А здесь Вердос... Отступи скрытно назад... Чтоб затупил Гуру... Пришёл... Ничего не убил... Либо пойди... Вот эти камни выбей... Сделай... Контрдействие грамотное... То есть... Пришёл... Хату... Выбил... Сюда... ТП шнулся... Там отогнал... Нет... Он сюда идёт... То есть... Конечно... Зерк... Зерк... В своём уме... Пойдёт назад... На эту армию нападать... Чё делать больше... Вердос... Гуру... Ай... Собаки... Стрельнул... Часть собак... Подрезана... Дестабилизатор... Живой... Да... Дестабилизатор... Живой... Плюс три... Увердос... Сейчас будет... Да закажи ты... Гейт-то здесь заново... Или что-нибудь... Смотрите... Здесь проход... Просто не за... Такой... Что не заблочить его... Теперь даже здесь... И опять сюда идёт... Где Люра... Увердос... Ну что ж ты делаешь... Ну куда ты... На Люру... Ты идёшь... Шатай его с разных сторон... Закади... В конце-то концов... Надо ж как-то разбирать... Своего зилка... Опять обрубил... Ну либо с дестабилизаторами... Заходить... Люру... Уже убивать надо... Таким-то образом... Так... Собаки всё забегают... Забегают... Достали уже эти собаки... Если честно... Забегать наверное... Подумал... Вердос... Ну а что... Гуру всё правильно делает... Чем дольше время он тянет... Тем лучше для него... Так... Талкеры вперёд идут... Куда Вердос... Что ты тварь... Вот я когда такое вижу... У меня вообще реально припекает... Как бы... А кого б не припекло... Скажите мне... Вот... Такие действия делают... Так... Зил... Всё больше и больше... Здесь потомки... Здесь зилки... Нексус прикрыт... Ну и... Дестабилизаторами... Так... Крейтор спайра... Нет... Дестабилизаторами надо что-то делать... Да... Ещё один люркер... Минус Вердос делает... Очень медленно он шатает... Здесь слоу граунд... Нужно зайти вот отсюда... С ХГ... Чтоб всё понимать... Нахер слоу граунда... Стоять же... Полгода здесь стоит вообще... Ну решил Вердос, что он контролёр нереальный... Что он сейчас... Апсервер разложи здесь... Чтоб рейндж вижена был нормальный... Мимо люркера залп вообще делает... Ну это плохая игра сейчас от Вердоса... Так... Тут Гуру... Заходит с бачку... Тут пытается Вердоса прорезать... Подрезать... Так... Хорошо дестабилизатор... Сейчас стрельнул... По собакам прилетает... Люра с разных сторон накопала здесь... Вердос стреляет не всеми дестабилизаторами... Он вообще развалился в хлам... Вердос здесь... Доходился на лоу граунде... Нет бы обойти... Нормально... Вот с этой стороны пообошёл... Понимаете... Зашёл пару раз отсюда... Стрельнул... Понял, что у него очень эффективно... Да и вообще... В принципе... Смени позицию... Вот так вот зайди как бы... То есть это неожиданно... Это не даст тебя окружить... Ты можешь какое-нибудь забегание... На халяву принять... Вердос в одном направлении... Всё долбится... 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 Гуру уже там сзади... С тыла зашёл... Тем более с лоу граунда... Надо было обойти давным-давно уже... Хорошая ситуация была в игре... Нормально был лимит... Короче... Всё было нормально... Сто... Вторую карту ждём... Так... Блайз 3дб... Би... Фоллинжер... Рикард... Шеймни разим... Рейнер с Лейтвейтом... Рева прошёл... С БСК бьётся... Кстати говоря... Дима... Гамилка... Вирус Гуру... Кас Ваня... Там тоже уже бьётся... Наверное... Так... А СОУ вообще играл? Вроде бы он... Электро Сталин... Электро Сталин наказал... Короче... СОУ каким-то образом... А потом... Никоракты его наказал... Или СОУ его дали... А... Может быть тех поражений ему дали... Не знаю... Короче... В чём там прикол был... Вот... Этоçonsmpолов... ashединён... Брррр... �당히 собrying... Вären и Go... 然後... Вズ... Электро Сталин SARAH... Звонит регися... Е결е... Возвращение... Достаточно... Звонит регися... souvent реш pence... Осырь вenti... Но... Продолжение следует... 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 Так, ну что, Холинджер 1-0 Как-то Смотрю, сетка такая Неравномерная получилась немножечко Ну а что делать? Опа, Рейнар Неразим Кстати, будет сейчас матч интересный Может быть туда Мне пойти имеет смысл Потому что здесь уже Как бы первая игра прошла И тут пацаны стримят давненько уже Давайте, да, я выйду Я думаю, доиграю там сами Все, норм, там будет Пацаны, надо Неразиму написать Только где он? Да, я вышел уже отсюда Там, да, стримят, короче Другие Вот матч Дальше Так, ну ждем Неразимчика, ребят, это 1-4, уже Блай 3дб, Фоллинджер, Никарак там играют, там ЗВЗ сплошные вообще идут, как бы, получается, сверху, Рева БСК против Димаги тоже ЗВЗ, здесь Гуру Зерк Вердосу играл, и Ваня с Касом, Зерк Ваня и Кас Тиран, если Кас сольет, там вообще ЗВЗ одни останутся сплошные практически, не хотелось бы 4 Зерк в полуфинале получить, мне, если честно. Ну, будь что будет, как говорится, будь что будет. Так, иди Неразимточник. Ну, а вот здесь он, все нормально. А вот и игра, подъехал, прыгаю. Игра. 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 Так, ну все, Неразим готов, все вроде как готовы, не знаю, как Сцик там Блай играет. Сцик там Блай играет. Так, ну что ж, Бо-3 Неразим против Рейнера у нас играет. Так, первая карта, ну конечно Рейнер посильнее, я думаю он фаворитом был, не знаю, не уверен я там что и как. Так, пробочка на разведку идет после гейта, то есть здесь пилон гейт, газ в Нексус, в кибернаточку, вот гейт сразу в стенке на рампе соответственно, как и по уму собственно говоря и должно быть, да, при таком билде. Если на рампе ставят, здесь про стенку вообще забыть можно, здания-то они другие. Здесь 17 хата, газ, пул, Блэк Пинк у нас, сейчас позиция Рейнера, Неразим на 7. Вот такие вот делюги. Такие вот делюги. Такие вот делюги. Так, кибернаточка дает, Садеп первый заказан, у Рейнера 8 собак. Не, ну 8 это еще в пределах нормы, но если больше будет, вот больше, похоже на сгрызалити какую-то, как делал Гуру. Другого объяснения у меня просто нет, а здесь интересный прокси-старгит, который может зарешать, если, если Неразим дома все нормально сделает. Только в этом случае он может зарешать. А что нормально надо сделать дома? Надо закрыть стенку, надо понять вообще, что здесь зерк сгрызалити делает. Потому что Рейнер очень хитро оббегает. Вот он, Эва уже пошел. Здесь будет оверкэш заморфлен. Так, еще и умудрился вывести сюда дрона, заказать хату у нас получается, Рейна. Ну все, сейчас заморфится оверок. И все, пойдут линги на мейн. Вот сейчас на аморфить, да, как бы он летит сюда. Морфится овер. Собак все больше и больше. Оракул заказан. Но нет, тут просто нечем отбивать Неразиму. Посмотрите свою рампу, как бы. Хотя, смотри, здесь два адепта, третий. Не, есть с чем, но вот здесь вот Вижена нет на мейне. То есть пилона не было. И сейчас неожиданностью будет для Неразима урыв этого овера, короче говоря. Так, здесь все-таки сныкался на мейне что-то. На мейне бородач. Полный бородач. Собаки вороль здесь Неразим. Кстати, пытается, пытается Мирлоком. Сначала пытался Мирлоком. Потом что ты делаешь? Потом что ты делаешь, Неразим? Ёпа. РСТ адепт приходит. Одну собаку подрезал Неразимчик. Здесь адепт на халяву бьет собакам. Еще лингов делать. Ну что за контроль-то? Все же нормально отбивал сейчас. Нормально же сидели, как говорится. Братан. Ты что Неразим даешь? Перезарядить кибернетку на срочно. А, здесь еще один лид. Собаки все бегут и бегут. 1-0 Рейнер, похоже. Похоже, 1-0 Рейнер. Я не вижу, как здесь выиграть. Здесь полный сумбур. Здесь не может Неразим справиться пока что. Но Рейнер очень силен. Вы видите, исполнение очень хорошее с его стороны. Отыгрывает сильно. Хоть и лингов пуш, но сильно исполнено. Очень сильно исполнено. Ждем пост. Так, Кас Ваня еще не отыграли, я так понимаю. Димага. Так, спрыгаю в игру. Хотя я вон Блай сидит. Что-то, наверное, отыграли уже. А, да, Блай выиграл Би. Холлинджер не каракт. Должны доиграть Блай, а будет оппонент тогда. Собственно говоря. Димага пока никого нет сюда прыгать, ждет. Слушайте, вообще, конечно, печаль. Только один Кас там не зерк будет, походу, снизу. Это он с гуру будет играть. А с гуру он не очень-то хворит. Поехали. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, нужна вторая карта, потому что это Бо-3. У Неразима есть шанс сейчас сравнять счет победить. Не знаю, про какой против Рейнера шанс. Вообще Неразим как бы в последнее время навсегда на хорошей стадии доходит. Я не знаю, как там у них по ММРу. Наверное, у Рейнера больше намного. Насколько много, я не знаю. Ну, 6К, наверное, с чем-то у Неразима должно быть. Или ровно хотя бы. Батарейку можно ставить после кибернетки. Только после кибернетки, то есть не сразу. Так, что там фолиншили с Никарак, там еще не доиграли, что ли? Не понял. Хотя спешить особо тоже некуда. Рево БСК, непонятно там, что они делают. ЗВЗ, может, долго играют? Так, точка сбора здесь, здесь стоит. Так, Димага покидает, у него оппонент появился, что ли? Я чуть не понимаю. ЗВЗ, выстаян! Да нет, вроде. Может, кто-то ему отписал? Рево щит Димага я посмотрел бы, хоть это и ЗВЗ матч, но я бы посмотрел. Вот, ну, да ладно, я не знаю, может... Наверное, стримов здесь очень много, кстати, на этом турнире. Ребят, есть комментаторы от третьего лица, комментищи. Есть Димага в стриме, точно, как бы я видел. Может, кто-то из Европейца в стриме, но я сомневаюсь. Браток стримил, наверное, но он отлетел. Кто еще стрим, где хожу? Здесь Оракул, ребят, здесь Таргейт опять. Через одного Оракула, или через двух, или через что вообще здесь? Миразим будут играть, здесь Адак что-то сзади бежит. Хоп, и ты пошелся домой. Кстати, он даже внутрь залетел, по-моему, иллюзией своей. Так, еще один Адак вышел, батарейка готова. Э, ну как, почему-то... А вот, да, показывается раньше при наведении, как бы. Все нормально. Оракул прилетает, и вот здесь теплый прием обеспечивают королевы, как бы, и он ничего не сделал вообще. Ну, по рабочим очкам плюс у нас нервозим. Вот это что такое вообще, зачем? Гениально просто, спалил яйцо неразим. Ну, хоть что-то, но энергию-то потратил, теперь пока накопится на новом. Ну, хотя, а что здесь больше и убивать нечего? То есть, либо на оборону и Оракулы использовать, либо... Так, чарж пошел. 4 гейта добавляются, 2 есть 6. Еще плюс 2, если будет, то это у нас чаржа Архона под куш с выходом, наверное, в третий Нексус. Но у Рейнера великолепный тайминг Гидродена. Сейчас очень в раннюю Гидру Зерги научились играть. Я даже недавно с кем-то играл, удивился. Там какой-то игрок-то, там слабенький, там 5600 ммр был, как бы. Просто у меня только чарж доделся, ко мне уже Гидра пришла. У меня там Архоны, ну, Зелки как-то, но без бейлингов нормально вроде как. Подсковырялся там, но я удивился тайминг, я вообще не ждал Гидру в этот момент даже. То есть, надо изучать, как бы, все. А, попросили так, как без задержки. Ну, тоже вариант. Короче, мне кто ставит Рейна? Неразим. Нахрена он бустил Гейт? Непонятия не имею. Наверное, мисклик какой-то был. Гейты открыты. Вот за все Гейт пробустил. Открыты не все, один закрытый. Варпу что-то я не наблюдаю. Где варп? Что Неразим ждет вообще? Ресурсы есть. Все есть. Все прекрасно. Ну, нет. Так. Неизвестный на 30. Поддерживает. Привет, как дела? Че, пока не родила. Как дела? Нормально. Такс. Опа. Собаки. Гидралы. Адепты под ударом. Это какая-то же песня получается. Адепты под жестким ударом. Зилки заходят в контратак. Три Архона, шесть зилотов. Ну, Рейнаров сейчас Неразим выбит третью. Но для Протса, мне кажется, потерять третью это больнее в этой ситуации. Учитывая, что он еще шесть пробок умудрился просрать здесь. На третьей-то базе в итоге нихера и не осталось особо. Там сгрыз все вроде как Неразим. Рейнар Неразим. У Гидры часть уже назад успела вернуться. Призма минус. Это разгром. Это катастрофа просто со всех сторон. Посмотрите на лимиты. 107-65. Итальянский школьник сильнее нашего школьника, оказывается. Но это я и знал, в принципе, как его, да? Но... Хотелось бы больше борьбы. Ну, видите, турниров больше нет. Пришли иностранные игроки подфармить, как бы, получается. Немножечко бабла. 240 баксов всем на гуф войска. Бичевым там за 100 евро бьются, как бы. А почему бы не сыграть наш крутой турик? Призовой более чем достойный. Уже больше чем... Уже почти 300 баксов, как бы, там. Ну, поменьше, конечно. Бакс не пет, еще бакс 5-600. Сейчас получается где-то, да? Так, все, Рейнер дальше ушел. Че, Блай? Че, Фоллинжер? Че, Блай? Непонятно, в общем. Такс, такс, такс. Ну, Блайби выиграл. Фоллинжер не каракт. Мне вот их судьба неизвестна, к сожалению. А, 2 минуты в игре. Значит, там 1-1. Значит, там третья, походу, карта. Медленный. Какой Фоллинжер? Сникар. Рева БСК. Вообще без понятия. Я считаю, там, ребята, игра-то вообще идет. Ваня Кас, кстати. Ваня Кас. Как они, 6 минут Кас в игре? Там же, походу, счет равный, я так понимаю. А кто стримит вообще турнир? Дайте-ка я посмотрю. Димага стримит. Ректака Рейвен. Как? Кто еще стримит? Я тоже сгляну. Так, что я стримит, я так понимаю. Фоллинжера не каракта 2H. И человека стримит. Ну, можно будет посмотреть, конечно, но... Ребят. Ребят. Фоллинжера не подходит. Алья Кас. Фоллинжера не подходит. Ребят. Опа, вот кого я надо посмотреть Надо посмотреть, ребят Касса, сейчас игра Я нашел, что тут изерд, оказывается Касса сванит, стримит, ничего себе Нет, это не то Лишь 4 за базу игру Это немного совершенно И что же, Evolution Газы Ну тут, пацаны, не премиум стримеры К сожалению, качество так себе Плюс у изерда даже счет непонятный Наверное, на 1-0 как бы счет Сейчас Такой, наверное, я не знаю Здоров всем еще раз, пацаны По поводу завтра скажу вам сразу В 19.00 точно такой же турнир С чуть меньшим призовым будет фондом Вот, у нас играться Постараюсь всего застримить Потому что больше что я еще буду стримить Больше мне нечего стримить Насчет FP не знаю Хотел там до дотки финальную часть турнира Посмотреть так, фуфан Как бы днем там он проходит Наверное, получится Не знаю пока Может быть, не будут смотреть Если я в FP поиграю В общем, вопрос в том, что Помимо 19.00 будет ли что-то Я не знаю В 19.00 с высокой долей Вероятности будет турнир у нас проходить Вот Продакшн что-то не ставят У нас Почему-то, не знаю Правда, Изарт Я ХЗ Почему Он так делает Так, ну и надежду на касса Конечно же Здесь я уже говорил Почему? Потому что Очень много зергов, ребят Рейнер в полуфинале К нему присоединится Скорее всего Блайк Потому что Фоллинджер не карак Ну, при всем уважении Не оппоненты Блайя на данный момент Вот То есть там Рейнер Блайя Наверное, полуфинальчик будет Димага ждет Револьвера БСК Это тоже зерги То есть Три зерга в полуфиналах Нам обеспечены И Гуру еще ждет Победитель Касса Вани Если Ваня победит Касса У нас Все зерги будут в полуфиналах Блин А ведь прошлый турнир Нормально Сидели Прошлый-то турнир Получше шел Может быть Касс нас спасет Как бы Гуру накажет Плохиша Польского Плохиша Который наказал Вирдоса Не знаю Касс 1.0 ведет Слушайте Надо что-то Отписать Чтобы заинвайтил Меня Счетом Счетом Прошлые Всех Счетом 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 Кассу не буду писать на стриме, поэтому можно написать Ване. Что за турнир с модом завтра, во сколько турнир завтра с модом? А, какой-то, который рекламил Государков, наверное, по ходу. Ну я постараюсь, я не знаю, не буду что обещать, денег мне зарплату не платят за турниры с модом. У меня были другие планы, если я смогу, то постримлю как бы. Вот. Но вечером постараюсь обычный стандарт турник застримить. Так, 188, 182, слушайте, у Касса две атаки, у Касса хорошая ситуация в этой игре, танки идут, гелики, очень-очень много всего вперед едет. И похоже, что Касс здесь сможет наказать оппонента своего. О, ой, в какой кучащи танки, братюня, Мишаня, ты что же творишь? Хорошая, кстати, это как его, ну вы поняли, инвазивная матрица прекрасная была кинута сейчас, просто прекрасная. Касс идёт четырьмя танками на Лугран. Ну что он делает-то, Мишань, ты чего? Неужели вот Касс, ладно, Био там сплит, неужели танки в шахматном порядке тяжело так разложить, чтобы минимизировать сплэши, точнее, минимизировать эффективность зелёнки, именно вот вайперовской зелёнки, имею в виду, наземные сплэши вот этой. Так, 12 часов Касс отменил, приходит Ваня, четвёртый Касс пытается сбрить, сбреется цеху, танки вообще не прикрываются, цехи это полный провал, другого описания здесь этого не может даже и быть. Ну вот, если это не полный провал, то что это-то такое? А, я сам говорил, а чё за я сам говорил? А, это и есть с модом что ли? А чё за мод-то я уже забыл, я думал это обычный турик, ну ясно, я-то думал, что они такие, оооо, чё-то Ваня Касса-то тут выпилил просто, в итоге у Касса 4, ё-мо-ка провал, четвёртой цехе у Касса нет, там отдался все танки в кучу, ё-моё, жесть, жесть полная, надо собраться в Кассу как-то, чё-то он хрень какую-то здесь учудил, абсолютно. Теперь будет тяжело восстановить лимит и вообще нормально всё сделать. Чё зависло-то всё, чуть не понял. И так всё как дерьмо было. Вот, отвисло вроде. Так, Димага там начинает с БСК. БСК Реву убил, вот эту, да. Чё из БСК, как вообще у него получилось это сделать, я не знаю. Но получилось с кем-то обранным, получилось. Так, ну Касс откопил лимит, кстати, почти как у Вани, у него опять стало. Точнее у него и не было намного меньше вообще, даже после того, как он всё отдал. Ну, вообще-то если Ваня выиграет в третью игру заинвайтит, чтобы, ну, не смотреть без продакшена, как бы, с таким мылом нам. Ну, а чё делать? Ну, всё-таки пока стримит только Ether, как бы, от третьего лица. Есть Кашкаса стрим, но там ЭФП. Надо из-за того, нужно сказать, что продакшен-то и на обычном интерфейсе ставится. что-то. Вообще-то. Так, сойдёт вперёд, тут Ваня шевелится начал. Опа! Эт, чё за игра-то такая? Это от Блая игра, что-ли? Так. Так, я в другую пойду матч, нижняя часть сетки, Блая там с Фоллинжером стримит уже. Вот. А Рейнер их ждёт. Я лично хочу, как бы, стримить Каса против Гуру, там, или кто-то победителя здесь. Хотя, с другой стороны, почему бы и не пойти вниз туда, а, или пойти туда, всё-таки не знаю. Ладно, пусть играет, с полуфинала начнётся, как будто туда пойдём уже мы. Так, Ваблайка делся, ещё не помню. Ладно, смотрим здесь, продолжаем. Чё себе отказ и выход такой мощный. Танков просто немерено. Смотрите, какого кучу всё ставят. Понятно, значит, этот турнир с модом будет. Я думал, обычный турнир, ё-моё. Нормальный. Посмотрим, чё там за мод такой. Так, ну, Кас пытается нормально с Ваней подраться, нормально бой ему дать. Ваня уже в тыл тут прошёл. Пятую, кстати, выжиг хату у Кас. Я смотрю здесь Ваня халбатами своими. Ой, как провально возвращается Кас, ребят, сюда домой. Танчики идут на море. Зелёночка по танкам пошла, просто гигантская зелёнка. Танчики все в Сидже под планетаркой. Надо Кас усиджить ещё танк. В зелёнку по Викингам накинута была. Ой, Викинги все здесь жесть как бьются. Но планетарка зарешивает здесь реально как бы. И она вычинивается прекрасно как бы. И ничего не смог Ваня пробить, ничего. Каса больше по лимиту, у Каса больше ресах как бы. Но ультралы топчут рабочих просто в кламп. Смотрите, тут в таком ещё стейке они рабочие эти находятся, что прям вообще дэмэдж заходит нереальный какой-то. Ну и всё, два ультралиска тут всех рабочих убили на 3-4. Эта дичь произошла. Так, ММР и ММР на турниры всякое бывает. Но у Вайерейнер там вот точно интрига какая-никакая должна быть. Смотрите. 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 Здесь мулами пытается Каса СЦФу вычинить. Лимита Каса реально больше, чем Ваня сейчас до сих пор. Ооо, сикер такой от Рэйвенов прошёл нереально. Ваня, смотрите, как кайтит Гидрой мощно очень так подстрелял. Но Кас продолжает движение вперёд. И сейчас всё, он минус неонс 10. Надо было бы Касу КСМ с собой вывести хоть сколько-нибудь. Смотрите, викинги какие в хлам все упоротые, краснющие нафиг. Так, очередной заезд со стороны Каса. Да, вывел КСМ, вычинил всё. 6 часов, кстати, занято. Надо вперёд идти. 200 лимит. Я не знаю, что Кас тут тянет резину. Ему пора лучше ставить точку в этой игре. К200, мех терра. Там, я уверен, грейды уже 3-3 наверняка. Тут нечего ходить зад-вперёд. Надо быстрее реализовывать своё преимущество. Так, гелики вернулись. Здесь танков просто немеряно, как и вперёд идёт. Но важны очень сильно эти вайперов, как Кас законтрит. Важный момент здесь. Так, какой-то инвайт пошёл. От кого это инвайт пошёл? Это кто это? И что это? Чё это за херь? Это вообще не с турнира по ходу дела. Вот. Извините, чуваки, но пока не до ваших всех делателей. Так, хорошо, вот сейчас эти танки засиджены неплохо. Так у Каса оказались. Здесь в рядочек. Но зато Ваня повытягивал несколько штук из них. Викинги. Ардокс поддержал ваш канал на 50 рублей и сообщает. Спасибо за стрим Турика. Продолжай также держать нас в курсе событий. Приятно смотреть по вечерам. Так, спасибо, Ардокс. Это не мой турнир, не я здесь правила делаю. Это турнир от команды Рех. Кто его поддерживал на такие суммы, я не знаю, потому что у них не было никогда турниров с такими суммами. У них были маленькими более суммами Турики, как бы. И, соответственно, как бы я их редко и стримил-то. Ой, всё в зелени у Каса, ребят. Гидры пачка нереальная. Просто, конечно, часть танков всё ещё дерётся. Торы дерутся, викинги садятся. Гидры просто нереальное какое-то количество. Ультрал пришёл. Ваня, всё, сбил сейчас ещё в мясо, короче говоря. Слушайте, ну Кас ему нажёг. Смотрите, экономики у Вани мало получается. У Кас запас резов гигантский. То есть, если сейчас сдержат ещё, то, может быть, что-то и получится здесь вменяемое. Да, как бы в игре в этой... Сдержит контратак у Вани, я имею в виду. Но будет непросто, потому что здесь ультрал, ядры прям очень много. Заходит ультрал. Его сразу же танки убивают практически. Жгут гелики. Очень неплохо. Танки сиджат, Каса хреново очень. Собаки забежали. Минус броня накинута лишь была. И ни одного танка, понимаете, ни одного танка за планетаркой нет. Ну, кстати, Каса больше лимита, чем Вани. Что самое удивительное здесь. А это что значит? Ой, под минус. Бронё геличи там выжигают гидру. Смотрите, какая жесть. Вообще сплэш какой заходит. Викинги сели. Тут ещё настройки минимальные, конечно. Стоят у Изерда. Я-то привык не к минимальным. Но комп не у всех. ГГГЛ пишет Ваня. Значит, у нас не будет третьей карты здесь. Ну что же, Касгуру я жду. У. А. У. 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 Так, Димага играет. Надо кассу отписать сейчас. Где он? Субтитры сделал DimaTorzok Так, еще раз реклама пыльну. 27 минут не перелил. Помните про Длаканчик. Поддержите меня, мой канал. Спасибо всем громадное как делать. Касс говорит, на пару минут там отойти ему надо. Ну, сейчас он вернется скоро вообще. Гидра красная. Рейвен минус броню поставил, она оранжевая стола, как и любые другие юниты, по которым попадает отказ. Рейвен минус броню поставил, она оранжевая стола, как и любые другие юниты, по которым попадает отказ. Рейвен минус броню поставил, она оранжевая стола, как и любые другие юниты, по которым попадает отказ. Рейвен минус броню поставил, она оранжевая стола, как и любые другие юниты, по которым попадает отказ. Ну, если что, верхний полуфинал запускали без меня, чтобы турнир не задерживать, потому что матчей у нас еще много достаточно остается. Касс, Гуру вообще не понять, сколько будет идти здесь матч этот. Вот, ну так как последняя не зеркалка вообще, надо ее застримить фактически, последняя. Потому что все 7 зергов и касс как бы здесь присутствуют, плейер. То есть у нас будет много ЗВЗ в полуфиналах, в финале там и т.д. Возможно. Ну, может быть, касс сейчас пройдет Гуру, потом пойдет на БСК Димаги победитель, не знаю. Может быть, он не пройдет, и там у нас все 4 зерка будут, то есть там все за ВЗ будет. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, ну что же. Ждем Мишанину, он куда-то ушел пока. Что, не знаю, куда. Субтитры делал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Десять... Две плетки... Но... Можно нажать щит... По двумя плетками... Но тут очень быстро... По открытым... Сюда и идут... Димаги, простите... Заходят... Каз два... Рабочий минус... Еще 4 по-моему... Улетело еще два или три... И еще рабочий... ���ся 100 видов... Окупился заезд... Рабочих 70... 6 на 61 к пользу тирана... До последним времен, меня это меня не удивляет... Вообще ни разу, потому что... Тираны сейчас... Зачастую рабочих там... из как тьва играет там лет мейджер они сотку имеют ксм от на определенной стадии это нормой стало сейчас абсолютный так на paypal и 4 сахара залетает спасибо большое кто-то джошуа джонсон не знаю кто такой донат комментарий спасибо тебе 30 до 30 рублей спасибо спасибо ребята там не на paypal еврики нужны мне там 5 евро их нельзя вывести а можно от 10 выводить сын хитро как-то не конвертирует не понимаю короче пошел касс выход делать 200 на 185 лимиты боевые практики одинаковые вайперы имеются у димаги какую кучу касс здесь все ставит сажай братюня касс викингов сажает great на трансформацию имеется да имеется great викинг очень быстро садятся конечно касс любят вот так вот танки сиджануть как можно вообще все слить вообще моментально просто всю армию очень рискованно это действие стороны касса так один криптумор не попал в вижн скана димага смещается в бок сейчас касс понимает куда димаг бежит касс бежит в размен касс понимает куда димаг бежит димага в размен бежит сейчас кассу можно вот этой группы резко ломануться сюда и здесь отбиться тоже как бы все будет на так ну все это минус сцеха стопудово ребят сцеха падает моментально мгновенно я бы сказал она падает ну и касс решил что уже не стоит идти вот так вот назад возвращаться так 200 на сбер прилетать спасибо всем ребята ну очень приятно одна база димаги минус новенькая очень такая новенькая 3-3 грейды в 2-2 между прочим сейчас ситуация то есть провальные для зерга это грейди когда мех 3-3 против 2-2 зерга ранжову там еще и когти получаются если не здесь гидрой касс разобрался танчиками заходят хеллики танки на получается на 3 часа здесь минус все циклона ну то же циклон он эффективнее на клипе он эффективнее хелбата того же как бы он жирнее он дэмэджа больше нанесет то есть циклоны их можно с реактором строить вот что еще главное самое вообще поэтому циклонов добавляют частенько на войте но с другой стороны надо помнить что циклон три лимита занимает в отличие вот тут этого парня от хелбата который занимает два всего лимита так здесь что накопилось у кассы почему он успех свой не хочет развить далее вот здесь просто нереально много юнитов зачем вообще вот так вот делать вот эти вот не трогал бы задний псиджил бы и пошел вперед касс рискованные вещи делать так пошла атака зелень старт ё-моё касс так ё-моё опять стройка касс въезжает сейчас зеленка кончится и танки все равно дэмэдж гигантский нанесут ребят поверьте мне так и получилось в итоге дэмэдж танчики гигантские просто наносят сто сорок шесть тридцать четыре ой здесь гелики заехали я не вижу минус золото димаги но это ггвп похоже ггвп ребята игра отдаётся димаг даже не видит похоже что мы там вверх убили не знаю на что дима здесь рассчитывает но здесь всё и а вот он на что рассчитывает брудов пять ну тут хоть десять они всё это не убьют там экономика украсть хорошая так хату сейчас бил димага свою так груды его летают бомбят королева под хаз в наглую просто тремя танками спустит хат не она в перебор уже ну хаза не что это сделает так развалил димага боевой лимит почти один аксушки ну так не какие то может минимальные шансы у димаги есть здесь трех база то есть бы у него был запас минералов он бы просто сейчас со всех личинок например со всех хат дронов бы позаказывал и там здесь бы подефил немножечко сверху может что-то бы и вышло бы но кассу занял золото у кассовы невероятно сильная экономика сейчас осталось еще 55 ксм ццшек орбиталок пять это немало ну с другой стороны это и немного но здесь не играла и товая которая просто уже все стоят как бы и позиционная война идёт тогда уже у тебя там 8 10 и более цц может быть орбиталочек чтоб именно мулами добывать рабочих а до 10 игра на размене постоянном как бы и даже 200 например у касса сейчас нет поэтому нет особо лишних ресурсов минералов так заметил димага сюда гелики поехали да видит геликов касс нам увидит нанесли успел отвести успел то успел но за на них положил в итоге болт и отдал качи гелионов странный выход как раз 4 танка оставил как 4 7 8 оставил танков очень много всего вообще здесь оставил а ну чисто крип почистить аккуратно надо быть ну 200 лимит я не знаю что касс ждет ему здесь ждать нечего вообще и при этом всем не делает даже вторую атаку на воздуху у него только один грейд воздушная у димаги там уже 3 2 между прочим воздух то делается пошла атака зеленки я чуть не наблюдаю а не вот пошла зелень в итоге все таки это минус димага это 1 0 касс ребят 100% так у меня что-то я мимо тут контролю так еще что-то там происходит 1 0 касс хочет нас спасти от ЗВЗ финала похоже так еще сотик на сбер прилетает что там происходит то вообще георгий юрьевич спасибо за стримы спасибо тебе большое а откуда 200 прилетело мне так что-то и не сказали спасибо короче еще раз всем смс касс 200 не пришла так прыгаю в игру так прыгаю в игру остальное увозим спасибо всем Спасибо. Так, на Paypal'е что-то. Так. На Paypal'е что-то тут сто двенадцать семь рэ от Игоря Дуба. Спасибо тебе большое. Еще раз. На Paypal'е что-то начало залетать. Бля, как мне евро, не знаю. Мам, потом разберусь. С евриками выведу как-нибудь. Круглим. Тебя до двух соток. Все, всем спасибо, ребят. Ну что же, второй матч полуфинала, далее финал у нас будет. И матч за третье место одновременно. Потому что там слишком уже давно кончился полуфинал предыдущий. И пацаны ждут очень долго, да и как бы ЗВЗ, да и игроков задерживать. То есть пораньше начинать турик. Можно, конечно, было по очереди все отыграть. СССР готов. СССР готов. СССР готов. Так, рекламу пиляю, ребят. Помните про логи, про премы. Поддерживайте меня, мой канал. Громадное. Всем спасибо, кто так делает. Я имею в виду, поддерживает меня мой канал. У нас карта номер два. Димага против касса. Ведет так. Что-то я ФП не поставил. 1-0 касс ведет. Карта у нас получается вторая неоновая площадь, она называется. Ну и в финале Рейнер итальянский школьник ждет нас. Школотрон, блин. У нас тут наши школотроны участвовали, но итальянская как-то помощней. Деградирует, понимаете, образование, все дела. Школьники итальянские сильнее. И приуныть можно так немножко поспать. Ладно. Это все шутки, конечно. Так. Нет, чат не мертвый. Но на Twitch мало людей. На Goodgame основное количество. Ну, 100-11 человек на Twitch именно точно смотрят. Ну, я думаю, это сидят там на ГГ все в основном. Просто стабильно он работает. Вот. Так, ЦЦеха, короче. ЦЦеха достраивается у касса. Рипер в Гелико в Старпорта пока не наблюдаю. Странно это все. Почему нет Старпорта? Ведь он очень выгоден на самом деле. Постоянно в него играют. Оверов там позбивать. Что это за наглость? Марика нет, еще нет, висит, все видит. Еще и сейчас жив останется. Еще и третью димага в наглую летит смотреть. Вот дает. Ну, кстати, два циклона, они овера могут минуснуть вообще. Сколько циклона стоит? 32 секунды циклон строится. Я уж подзабыл. Так, вторая фактурка. Еще димага сейчас разведывает, поймет сразу, что это мех. Вообще, касс как бы и не стесняется показать, что он мех играет. то есть он вообще как бы и билу и не собирается даже играть, никого обманывать. Честный касс, что тут говорить? Вот и минус овер подъехал, наконец-то. Хватит, дэн уже до 120. С каждого это значит, что погибнет овер, естественно. Минус овер. Отлетался голубчик и третью шульца цеху. Да, третью касс ставят. Здесь надо стенку вот здесь вот сделать, как бы постепенно как раз уделать стенку и пока поставить здесь, потому что выход может сделать вперед. Так, Армоли, да, Армоли пошло. Привет, Зератул. Всем здорова, ребят. Про Адлоки, про Падежо, вспомните, он нужен и важен. Надо пилить помикап после Емма Катавица, будет весело. Я думаю, на нем в любом случае. Ну, в любом что-нибудь пильнем в случае, там, я не знаю, как бы. Но это будет уже в марте. Почему? Потому что за понедельник Емма Катавица называется. Завтра пилить ту реку уже поздно, потому что, ну, не все сразу среагируют, как бы, не все смогут поучаствовать там явно. Вот. Тем более, аж в 7 часов от команды рек еще будет турнир с какой-то необычной ЮМС-очной картой там, вот. И надо будет его смотреть, соответственно. Кстати, Дима какой-то пуш делает. Что-то там на Тим Ликвиде смотрит. Не надо смотреть на Тим Ликвиде, надо смотреть мой канал. На Тим Ликвиде меня теперь уже не будет в ближайшее время. Наверное, никогда, походу. Потому что говноед Ривкин выпилил мне, ну, там, они с админами на Тим Ликвиде голы друг друга забивают сзади. Вот он мне выпилил мой стрим оттуда, так что теперь я, к сожалению, не могу его там размещать, но оттуда зрителей, дай бог, процент один-два моих будет, то есть ничего страшного, это не с улиткой вот такого прям вообще, но неприятно, неприятно, все равно как бы такие дела. Слушайте, гелики Роучер-Эважеры, Каст в тыл проезжает с геликами, сейчас он увидит, что здесь просто ничего нету, он поймет, что это пуш очевидный, вот он пытается с эклонами уйти, а стенки нет, со цехой сюда в стенку перелететь, может, смысл имеет. Нет, Каст что-то ждет, а че Каст ждет? Ёпс, Фэрбэнс, куда? Че Каст творить-то? Куа, он идет-то, нафиг он снизу-то? Подними-то цеху, зачем снизу драться, дерись-то на хг, ёма, Мишань, ты че творишь-то? Каст решишь, прямо так вот он отобьется? Тогда Фаербулы не надо ловить было. Это 1-1, ребятки, это минус Каст, гг. Как-то у демаги тут хуже-то удался, как я посмотрю. Не пробил бы все, гг бы Каст написал бы, сток у дняк бы. Вот так вот. Ну что, третью карту ждем. Где она, эта карта-то? Пока Каст не на хостеем. Что-то я хотел проверить. Что тут прикол? 209 и 5 евро, бля, а почему нельзя евро так и не конвертировать? отдельно хранятся они, такой бред. Ну ладно. так, ребята, кто, кстати, шарит, хотел я спросить, и забыл, хоккей-то, олимпиады-то, финал в 7 утра, когда будет сегодня, ну завтра, в смысле, получается. Уже почти сегодня. Или позже, он будет, а что я делал, в 7 утра, инфу, как он. Космиде-то. . . . . Так, 1 на 1, ребятки. Будет ли чизок опять какой-то демаги, не знаю. Блэкпинк у нас карта, Депуха, Газбарак играет касса, демага, 17 хату, Газпул, наверное, будет играть, может быть, даже 3 хаты там пул внизу, нет, с Газпошел пул, вот. Так, все, я здесь. Здарова, Андер, не понял, в 7.10, да, я тоже видел что-то. Ну так, на самом деле, я, наверное, даже не буду посмотреть, просто интересно, если было бы время какой-нибудь адекватное, я бы, может, посмотрел как, на самом деле. Нафиг эти все Олимпиады, тем более такие, где непонятно нахрен поехали. Был там составы, естественно, какие-то странные на этой Олимпиаде. Так, демага не ставит пока третью, доделывается скорость, снял полностью, кстати, с Газа рабочих, ребят. Не будем всякую хрень там про Олимпиады нести, там и т.д. Под Старпорт лаба пошла, да, да, Старпорт только 5 секунд, а лаба 18 строится, ну, что за втыки такие у кассов. Взял себе на 10 секунд тайминг сбил. Так, гелики в банши, опа, Рипер не дает третью хату, демага, как это хорошо работает касса. Еще я убил этого, дрона, молодец, но зато Рипер погиб. Тут неприятно было. И опять, посмотрите, просто посмотрите, опять висит овер и видит все от начала и до конца. Нафиг это делать-то так. То есть баншу, инвиз даже вот можно было бы, если бы сбить его, там, отменить инвиз, там, не знаю, сделать викинга или рейвена какого-нибудь и перейти там в другую ветку немножечко. А так, то есть демага все видит, знает, как бы, и это очень плохо, то, что касс так делает. По этому билду хоть Марик одного какого-нибудь строить. Он, конечно, может, овер и не собьет, скорее всего, но демага же не хватит. То есть он летит даже на его скорости 0.9. Но... Ну, по крайней мере, он видеть все не будет. Так, мне надо нормально сесть. Так, ну и впереди финал. Бл-5 нас еще ждет. Рейнар там сидит, ждет оппонента. Вот, если демага победит, будет это ЗВЗ, конечно, лучше, чтобы касс побеждал. Вот, а демага будет с Блайн за третье почетное биться. Ну, могли бы, кстати, разделить и на 4 места, кстати, Реалпок. Если слышишь, в следующий раз такой призовой будет, можно не 4 запилипши. Четвертое место, это и так обидно всегда. А еще, когда просто первые 3 призовыкать, значит, за четвертая борода, это не очень, на самом деле. Просто отыграл весь день, кайва, и получил себе минусостроение. А так там какая-нибудь тыщенка упала, и то ничего, как бы. Вот. Два эволюшна, ребят, Гидро Денчик. У демаги едет касс вперед. Хелик и Трансформец. Плюс Банша, Десит. У-у-у, бубончик здесь для демаги-то залетает. Трансюжа-то будет, нет? Демага настроил. Эй, Банша въезжает в стройку из королев, просто пяти. Пытается касс-хату жечь. Он же как-то нагловато со стороны касса. Баншу с другой стороны убедит и хату прокликает. Идет. Трансюжа будет пахнуть. Трансюжа не наблюдаю пока в хату. Собак пожег касс все-таки. Вы програли Брудленге? Не, ну миссию выполнял, сваривал он этими юнитами, по идее. Так себе раскрыл для демаги, что хату погиб. Можно восстановить Гидро, а уже есть. Он там 1-1 грейды заказал. Смотрите, леса сколько дофига. На все есть у демаги, если что надо. Можно 1-1, третью и четвертую сразу заказать, пока дронов подстроят. Просто некоторое количество там... Он с Баншей задейфится. Наоборот, не демага дронов подстраивает, а касс сокращает еще только популяцию демаги дроночинскую. Использовал личинкой, кстати, с третьей базы. Правильно, потому что здесь... Что, инъекции зря, что ли, делал? Так бы они сейчас без скрипа подохли бы, и все. 1-1, почему-то милишные грейды. Демага хочет против меха милишными играть. Может быть, да, но... Неужели непонятно, что-то смех играет. Вот сейчас демаг залетает и все спалит. Раньше демаг понаглее играл. Я думаю, что как первый старик. Он бы уже сразу по четвертую ставил. Любил он там халявить очень жестко. Ну, с первым сравнивать, конечно, не стоит. Потому что все-таки другой совершенно, это Старкрафт. Вот. Не второе. Естественно. О, пухарик, стакован. Так, здорово, металмен. Здарова всем, ребят. Так, ну, четвертую цеху ставят за пассивнейшим, потому что... Потому что куда ему лезть? И я вот не понимаю одного момента. Вот есть вот это здание, ребята. Есть вот это здание. Какого хрена только плюс один сейчас пошел грейд-то? Уже вторая атака могла бы доделываться. У демага уже вторая броня почти готова. Как забыл про грейды, за это он может игрой поплатиться, как бы. Потому что лимита-то боевого больше, но демага будет сейчас 2-2 против 1-0 грейды вообще. Но если отсидится или нормальные выходы будет делать, то есть мех-то, конечно, он и с одной атакой силен, то есть с одной стороны, с другой, как бы, если демага... Если касс как-то криво выйдет, и демага с таким преимуществом по грейдам займет грамотную позицию, грамотно нападет, грамотные зеленки, нам... И улетит все у касса просто нафиг. Так, вайперы есть. Что-то куда-то демага собрался прийти. Куда он собрался прийти? Пока бегает зад-вперед по центру, можно вот сюда обойти, как раз вне вижена сенсорки вот этой, зайти на 9 просто часов и начать там напрягать вообще. Так. Не, я не фармлю крипту, но ты можешь поддержать, как бы, ей, поэтому мне многие просили, кошелек я сделал, это с Радониным, там, Киром Олег прислал. Спасибо ему. Так, зеленка пошла на викингов, отступает демага, касс пытается накрыть демагов. Будет зеленка на землю вообще, я не понял, кидаться. Танки бесить же, здрасте. Так, демага отошел чуть назад. Викингов минус нул. Слушайте, демага прекрасно сейчас все делает, прям мне даже нравится, как именно демаг все есть. Круч, зашли на 9, а здесь-то только орбитал еще делается. Касса, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Планетарыч в смысле. 6 рабочих, 7 рабочих, минус, ну, ну, так, в принципе, немного, это 7 рабочих. Вот у кассы атака появилась, сейчас броня будет, у демаги-то 2-2 уже сейчас будет, через несколько секунд. Что-то бегает демага туда-сюда. 7 и 7,51. Вот надо точку ставить вообще. Так, не кричи, плиз. Убавь звук, если что-то не так. And shut your mouth, please. Ну, а если по-русски, не буду озвучивать ее. Короче, смотрите, как демага крипит. Слушайте, а ты что, демага натреялся за последние дни, что ли? Или у меня с демаги какой-то биоробот украинского производства. Демага Т-500 играет, что ли, я не знаю. Так, идет касс вперед. Ой, позиция какая ужасная для касса. Сколько зеленок, пошло демага, сближается на максимум. Извините, я чуть назад картинку отвел, но гидра, гидра, ребятки, она слишком в куче стоит. Слушайте, ну демага хорошо, кассу здесь лимит она выпиливала. Я вам сейчас скажу, 3-3 грейды делает, да заказ гидры хороший. Подъехала вообще. Вот здесь у демаги был шире фронт, но у него просто не было физически времени, чтобы расплететь гидру. Он правильно подошел к ватной, подкайтил. Собак тоже сзади не было, если бы их часть ворвалась бы внутрь, первый бы залп после спада зеленки, танки бы дали сами в себя бы туда, и демаг разобрал, скорее всего. Но в любом случае, это провальная была позиция для касса, он ужасный. Крипа у демаги просто нереально. Так, 1-1, 2 шпиля уже подъехали. Вайперы есть? 4, где они? Вот они с энергией. Эволюшина для качания энергии есть. Сенсорка у касс только одна. Вот сейчас демага видит прекрасно, где находится касс, и идет на 9 часов туда, куда, я считаю, правильно идти сейчас. Но касс успевает перетянуться. Так, танчик, раз-минус. Че-то долго, пацаны, туда-сюда бегают, очень долго. Так, очередная зеленка викингов зашла. А ну, касс трансформация есть, еще быстро они садят. Че вот я не понимаю, че демага ждет тут сейчас? Че он ждет? Грудов не делает, вроде нихера не делает, а бегает, 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 бегает. Слушайте, ну демага сегодня прямо не буду на демагу нагонять, я как бы хочу от него, он сырал, как сырал, да, сразу играл какой-нибудь. На самом деле демага сегодня прекрасно и так играет, по-моему. И я удивлен его уровнем. Но тут еще как бы не победил он. Потому что у касса 200 практически, 2-2 уже грейды сделал касса. А их не было 2-2 недавно. Уже 3-2 сейчас будут, у демаги 3-3 уже давненько там. Ну и 2 шпиля, и коготь тоже работают. У них надо агрейдер спайрба, демаги. Сука вайперов, 7. Че он вытягивает, что-то собрался. Зеленки надо больше просто грамотно подраться. Просто касс на 4 базы своих застрял. Смотрите, вот вижен демаги карты. Демага понимает, что касс только на своей части сидит. Смотрите, просто. Вся карта у демаги видна. А у касса? А касс понимает тоже, что он только на своей части сидит. Ну, ты понимаешь, что вокруг него море крипа даже. Океан, я бы сказал, целый. Так, вайперы сбоку. Гидра. Гидра пробивает. Камни демага в размен пойдет? Да, смотрите, в размен. Хочу демаги кассик идти. Так, зеленка будет. Кидает викингов, не? Кидай зелень. Вот, одну успел кинуть демага. Так, заходит на нижнюю цсэху. Сиджит там касс танки с КГ. Демага отводит, понимая позицию. Все, назад. Блин, как демага, как чует. Как с мэпхаком, блин, играет. Ей-богу. Грамотно все делает. Не перехвалить бы прав. Так, пошла атак еще одна. Еще зелень викингов. Все, сколько она демеджа. Буквально за секунду это зеленка наносит. Танки демага врываются. Дальше зелень-то выставит. Там же все остальные без зелени танки сзади. Вот демага дает. Ну и даже так, смотрите, неплохо вроде как разменивается. Запас ресов хороший у демаги. Ну, так, ну что он будет за... Опа-на. Вселился. Да, в демагу вселился какой-то этот... Сирал вселился. Помните, как он кого-то вывозил там из корейцев или из кого-то... А, или Рок, Рок, Рок вывозил. Ну и Сирал так тоже играл. Рок вывозил и на Венчина, и кого-то еще. Свищем в мутку против меха. А ведь Торов-то нет, а без Торов вообще беззащитно будет этот мех против муты. Жаль, что 2-2 только через 40 секунд еще будет. Но 40 секунд, поверьте, это не очень много. И вот она мута врывается. Пора ГГКС, похоже, писать. Похоже, финал демага Рейнер будет, ребятки. Матч за третье место. Казблай. Очень интересный матч. Так что его будет стримить. Смотрите, я финал, конечно, буду стримить. Потому что комич стримит самых сильных всегда. Так, уходит Каз. 200 лимита демоса. Пора на ламус. Что нам эти две туретки-то, я не понимаю. Вайперы сюда идут. Сейчас зелень по викингам. Зелень по земле будет. По земле зелень ставится. По викингам накидывает. Тоже демага зеленку. Разбирает все. Туретки еле живые. На туретке минусовать. Что там демага делает? А, ну он танки минусует. Туретки вычинивает. Казблай. Танки все демага разберет. Все, минус все танки. Можешь заходить сюда спокойно. И туретку забирает тоже. 104 на 190 на 180. Слушайте, в ударе демос. Просто в ударе. ГГВП. Демаг пишет. ГГ с большой буквы. Демос рад, конечно. Такому результату. Петримая слепочка. Такому результату. Такому результату. Подписывайтесь. Продолжение следует... 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 Ну что, вторая карта немножечко не вкатила у демаги, а ведь близко было на самом деле, очень близко здесь. Если демага получше как-то фокусил, я не понимаю, нахрена, короче, в рабочих он въехал туда своими юнитами, просто бы контролил рядом с пушками. Если бы Рейнер туда пошел, начал бы драться и потом бы уже тогда на перекопке пушки не давал бы вкопать бы Рейнеру. Так, здорово всем еще раз, ребят, в помощь про Black S, подписывайтесь на прем и поддерживайте меня на канал по возможности. Рейнер играет пул первый с мейна, у демаги 17-я хата газ пул, пул у Рейнера не самый ранний с хатой будет. Будет ли агрессивнейший он или нет, я хз, короче. Рейнер играет пул, пул, пул. Так, забегает Рейнер демагу, не спалил он этих собак. Бейлинг Нест пошел мне говорить только об одном, что похоже здесь агрессия-то какая-то от Рейнера все-таки намечается, иначе как объяснить, то что собаку он обводит и у него вообще там, короче, Бейлинг Нест заказан. Ну, если так сейчас Рейнер демагу 3-0 убьет, например, финал кончится быстрее матча за третье место, возможно, Кайгу. Ну, вы смотрите, там третье место есть стрим. Так, 4 бейна делает Рейнер, демага сам собак строит. Демаг, кстати, кажется, понял, что тут агрессия какая-то на него намечается. Так, Лейнгов очень много вперед от Рейнера выдвигается. А, у Рейнера вообще с одной королевой начинал. Смотрите, еще и с королевой овера демаги собьет, то это совсем катастрофические последствия будет иметь для демаги, к сожалению. Так, бейлинги есть у Рейнера. Взрывает раз, как собаку. За собаками бейлинги Рейнеровские увязываются демагинами. Ну, здесь, кстати, вровень более-менее дерутся. Рейнер в наглую, Бейнер в морфит. Здесь, слушайте, у демаги большой прирост. Не надо, короче, так Рейнеру было делать. В итоге он просто не продавил демага, а у демаги еще и третья база. И если сейчас демага отбивается, то вот тогда что мы будем иметь в итоге? У демаги мы будем иметь преимущество демаги гигантское. Если демага сейчас отобьется, просто вот что мы будем иметь тогда. Ай, под бейлингов отводит Рейнер сейчас. Демага абсолютно верная делает контр-забегание сейчас. Бейнов прикрывает, но проблема Димы в том, что королев не осталось, а значит некому помогать в контроле бейнов против бейнов. Вот, правда, сейчас Рейнер нехладнокровно отнюдь двух взорвал бейлингов одновременно вместо одного. Взорвал бы по одному. Было бы все замечательно. Но что-то по лимит сродима проседает, потому что королев нет. Вот, и все плохо. Все плохо. Там прирост благодаря королевам даже с двух баз больше, чем с демаги с трех получается вообще. Демага, к сожалению. 2-0, Рейнер, ребят. Да, слушайте, ребят, Блай там в игре, и я не знаю, какая у них игра. Вторая, наверное. Да, слушайте. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да тут ещё и выводят. Ребят, рекламу пиляю. Помните, что тут мало времени остаётся Подписывайтесь на Primas и поддержите канал по возможности. Завтра весьма вероятно, что будет стрим в районе 7 часов Турика Но я не уверен пока ничего там Ни в чём Опять у...рок? От Рейнера в итоге самый быстрый, короче, пул Ребятки, максимально Через 13 дронов Хотя нет, что-то как-то А я что-то не понял Рейнер скорость не делает А что за... Смотрите, какой-то билд От Рейнера странный Я думал сначала, что Беллингбасс самый ранний будет Но в итоге нифига, даже скорость не заказал Вот А здесь все плохо Так, прибегает Линга Рейнера Димага всех дронов что-то катает Чего он тут их катает-то вообще А что у Димаги случилось-то такое Зачем он столько дронов взял Я что-то не понимаю Так, скорость Рейнер делает Ну жестко, короче, Димага накатал своих рабочих И в итоге, что мы имеем В итоге мы имеем, что У Рейнера, смотрите как А, все, понял То есть Рейнер демонстрирует, что он играет Пул первый ранний, как бы безгазовый Который Блай любил раньше играть То есть его задача отменить вторую И самому раскачаться А Рейнер, показывая этот билд На самом деле масит собак И он сейчас будет на скорости выходить И пытаться сгрызать эти Димаги Сделать Куда Рейнер побежал Ооо, Димаг, кстати, все спалил Или ничего он не спалил Слушайте, походу Димага ни хера не спалил Если он не спалил, то это бред Нет, спалил Ооо, две пушки за ока, слушайте Поспешил, 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 поспешил Привет, Рон Привет всем Все, скорость с собачком готова Рейнер забегает Рабочую сюда и королеву На халде неплохо нагрызает На мейн забежать Обманывает Димагу А на мейне что? А на мейне ничего нет Опа, сюрпрайз мазепака, как говорится Ты не убьешь рабочего на мейне Димаги, если у него не будет рабочих на мейне Это умный негр, сами понимаете Так, ну Димаги скорости нет собакам Вот что плохо Рейнер завис что-то на этом пуш Теряет много лингов Зачем он сколько-то лингов теряет, еще не понимаю Собак все больше и больше набегает Дамаженные все у Рейнера Может быть дронов уже заказать? Да, дронов Рейнер заказал Понимает, что все может плохо А это кончится вообще Так, ну короче Еще то Рейнер-то насливался здесь Бойлинг-неста нет И так и проиграть можно Ну нам-то только лучше Димосик-то пусть завозят Рейнера Этого беспонтового, блин Почему беспонтового? Нормального Рейнера, но пусть завозят Димазочка Так, ну овер-минус Димага раскачивается по лимиту Рейнер каким-то образом уже вперед вышел Димага бежит к Рейнеру У Димаги есть Бэлинг-нест, но Провал в том, что у Димаги просто нет собак Вот что он провал заключает Так, здесь на дрону Димага отвлекся Рейнер, кстати, газ заказал Королеву пытается прикрыть Да, на крип ушла Смотрите, здесь стоит она За газом Королева Рейнер возвращается Сгрызает все нафиг Сейчас Бэлинг-нест будет Сейчас третья будет А, та Димага пытается сгрызть Королеву Сгрызет, да, сгрыз с последним укусом Фактически Гаст не отменил Рейнер, ошибка Ну, как гастер у него будет А что он собирается делать? Там две плетки стоят Я вот не понимаю Рейнер хочет пробить прям две плетки в лоб, что ли? Большие у меня сомнения по этому поводу Прям гигантские, что он что-то тут пробьет в лоб Пытается пробежать Рейнер Ай, Димага взрывает часть собак Но не всю часть собак Не всех он взрывает лингов Бэлингу надо скушать как-то Рейнеру Ну, где он там, Бэлинг? Бэлинг за королевой Тупит, Димага не взрывает Бэлинга не может взорвать Все-таки королеву Рейнер захавал Плюс четыре дрона Жесть какая-то вообще Скиньте вы кири там этот Про ВПН ссылку, может, поможет Не всем, конечно, помогает, но Так, опять собаки от Рейнера И опять Димага не готов абсолютно Опять минус королева Минус дроны Минус линги Минус дрон, возможно, сейчас будет Два бэйлинга Морфа Рейнер там забежал на мейн Разводит Димагу Как может собак принимает Здесь одна королева в итоге Астас Димага выходит Бэйнов убивать Не успеет убить Бэйнов Бах! Бах! Минус дроны Тридцать на... Ё-моё, как же Димаге не везет-то В каждом почти моменте И как Рейнер, блин, все четко делает Молодой игрок Он Вирдоса, напомню, заменит на самом деле На Везги Конечно, нам на пофиг, что там Рейнер, даже если Даже представить, что сильнее Вирдоса Всерой Вирдос виноват Что не поехал туда Подставил СНГ всю комьюнити Вместо трех наших игроков Там два теперь будет, короче Вот, но... Но Рейнер-то все-таки хороший Ребят, как там Ублая с Димагой? Сообщите мне Ублая с Касом, прошу прощения Димага здесь Ищу Овера Слила я и 97-68 Здесь все ясно Здесь все ясно, к сожалению, ребята Минус Димага Здесь ничего ему не сделать вообще Выходит Рейнер Спускается ГГ Гратс 0-3 Димага, к сожалению, проигрывает И это все Это ГГ Кас Блай 1-1 Ну, удачи Каса с Блайом Ребят, можете досматривать Каса Блайа Вот В общем, завтра что? Завтра в 7 часов, наверное Буду я стримить турнир Еще один по там Какому-то необычному моду От команды Рек Вот этот же Турик получается От той же команды Этот Турик организовывал Громадный респект Выражаю человеку Который поддержал На такие большие деньги Этот турнир И завтрашний Вот Вам выражаю Громадное спасибо За поддержку Меня и моего канала Можете поддерживать Меня и мой канал Писать свои предложения Там какие-нибудь Из Турики Хотите запилить Или что-то Там выделить призовой Вот Мне На мыло Или на гудгейме Ну и участвуйте В турнирах Смотрите Старкрафт Ребята Субботний вечер Подходит к концу Наш с вами На этом моменте Вот Я буду с вами Прощаться Спасибо всем За внимание Димагу Поздравляю Со вторым местом Считаю Что это Не поражение А победа 4 500 Он там плюс Выиграл лишних Почему бы и нет Вот Досматривайте Касса Блая Все будет на Ютубе Вконтакт выложу Всем громадное спасибо Хорошей Субботы Хорошей вам Может у кого-то Воскресенье Уже воскресенье Пока ребята Так прям Трогательное Все говорю Все